Об энергосбережении в последнее время все чаще стали задумываться как крупные предприятия, так и небольшие производства. Кировская область – одна из немногих, где накоплен солидный опыт по внедрению данных технологий. Десятилетний юбилей отметило агентство энергосбережения. Поздравить предприятие с днем рождения сегодня пришел и губернатор области. Репортаж Романа Четверикова. Сравнительно небольшой коллектив агентства ежегодно справляется с весьма большим объемом работы. На стадии становления у предприятия была узкая специализация. Сейчас, со слов директора, накопленный опыт взят на заметку профильными организациями по всему Приволжскому округу. Тема энергосбережения в наши дни как никогда актуальна. Поэтому агентству приходится идти в ногу со временем и постоянно расширять спектр своих предложений на рынке. В последнее время неплохим спросом у потребителей пользуется энергозаем. Это уникальный механизм, очень востребованный. Если мы дянуть в развитие средств, то основным потребителем этой услуги являются предприятия ЖКХ. В первую очередь мы хватаем дыры там, где не хватает денег по программе модернизации ЖКХ. Агентство находится в тесном контакте с правительством области. Следует отметить, что его деятельность курирует Департамент энергетики и газификации. Глава региона отметил, за 10 лет агентством сделано немало. Более того, достигнутый благодаря ему экономический эффект от энергосбережения исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов рублей. Надо, конечно, больше работать и в сфере популяризации, потому что если на уровне выставок, семинаров, то есть для неких специализированных структур идея энергосбережения уже массами овладела, то если говорить о неком бытовом уровне, то, к сожалению, здесь еще много что предстоит сделать. Это, конечно, задача не только агентства энергосбережения, это и задача всех органов власти, включая федеральных. В день рождения агентство не осталось без подарков. Никита Белых правительственными грамотами и благодарственными письмами отметил заслуги ряда сотрудников предприятия, заметив при этом, что юбилей не только повод оглянуться назад, но и хорошая возможность обдумать планы на будущее. Роман Четверяков, Денис Тружков, Вести Киров.